Как помочь отечественному бизнесу? Государство не единожды высказывало поддержку украинским предпринимателям, но в большинстве случаев только на словах. Одесские бизнесмены с самого начала внедрения карантина были против любых вмешательств в свое пространство. Мол, у предпринимателей и покупателя свои взаимоотношения, в которых они в силах самостоятельно разобраться. У нас тотально несогласие у всех работодателей, кто попадает в эту систему по самому подходе. Выборочность подхода и почему этим можно, этим нельзя. Почему людям в очередях можно спокойно стоять за продуктами и в то же время им невозможно спокойно сесть и отдельным столиком при соблюдении социальных норм пообедать, поужинать или просто провести какое-то время вместе с семьей. В Кабмине постановление по поводу карантина выходного дня, вообще-то по всем правилам и согласно закону социальной диалоги, должен согласовываться на уровне профсоюза, федерации работодателей профсоюза. Это не произошло. А у тебя договор. А ты полгода назад валил деньги в ремонт и в бизнес, который ты не можешь вытащить. И у тебя договор. У тебя договор до трех лет. Если ты не будешь его соблюдать, ну выживешь ты сейчас. Просто потом арендодатер с тобой не будет работать дальше. Скажет, я не готов. А твой бизнес окупается в течение трех или четырех лет. Как действовать в этом случае? Почему, допустим, в торговом центре магазин «Море пива» работает, а спортзал мы были вынуждены быть закрыты? Несмотря на не особо внушительные прогнозы для предприятий по количеству убытков из-за карантинных ограничений, государство предлагает несколько вариантов решения спора. Социальные выплаты и программы, которые помогут поддержать бизнес в стабильном состоянии. Касательно именно того, что происходит на государственном уровне, то, что уже было сказано, помощь по безработице, по частичной безработице для тех предприятий, которые страдают сейчас от карантина, от карантинных мероприятий. В принципе, в Одесской области достаточно неплохие показатели. Мы лично первое время, естественно, в связи с ментальностью, может быть, в связи с исторической памятью, большое количество предприятий, иногда приходится прямо за руку их брать и подводить к областному центру зарятости. Были такие случаи, потому что они не верили, что это на самом деле возможно. Порядка 70-80% доходов местного бюджета формируется сегодня малым и средним предпринимательством. Очень много ФОПов среди них. Напомню, кабинет министра продлил карантин до 31 декабря 2020 года в связи с пандемией и ростом инфицированных коронавирусом. А позже ввел так называемый карантин выходного дня, который действует во всех регионах Украины. В связи с этим постановлением в субботу и воскресенье заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые центры и спортзалы не принимают посетителей.